Всем привет, друзья! Сегодня мы хотели проснуться пораньше, часть КФ6, но в итоге проспали, так тому же восход здесь был достаточно тухлый, поэтому мы позавтракали в совершенно очуменном шведском столе, не знаю как назвать, в общем, это, наверное, был лучший шведский стол, лучший завтрак для всю мою жизнь, реально, на такой кухне я еще не был, но нам было лень, поэтому мы это не засняли, да. Вот, и сейчас мы идем искать так называемый Turtle Beach, в общем, место, где тусят черепахи, говорят, что их прикормили местные жители, и они туда регулярно приплывают в количестве трех штук, и с ними можно пофоткаться, потискать, покормить их, в общем, достаточно, правда, мощный прилив, сбивает слегка. В общем, мы двигаемся сейчас дальше изучать пляж Хикадувы, там остался наш отель, лодочки. А, мы продолжаем наше движение, здесь реально достаточно тяжело пройти, ну, как бы, на самом деле, пройти легко, но просто я с камерой, поэтому... Триум в том, чтобы меня не сбило. Ну, вроде бы, прошли. Продолжаем наше движение. Здесь был такой прикольный проходик под пальмочками, очень красивый. Сейчас двигаемся дальше. Там весьма фотогеничные камушки, но нам в кадр так отписать и не удалось. Здесь, короче, постоянно на этом пляже, как на Кубе, пристают, что-то предлагают. Мне после Кубы, конечно, привычно, но народ, конечно, от этого фигевает. Постоянно со своим сноркелингом, дайвингом. Черепаший остров предлагают посмотреть, еще что-то. Сейчас двигаемся дальше, будем смотреть, что здесь вообще есть интересно. Ну, кстати, пляжик весьма симпатичный. Зацените. Вот тот дальше. Друзья, вот там, смотрите, столпилась какая-то куча народу. Судя по всему, черепахи, собственно говоря, там. А вот сколько нам придется пройти. Ну, посмотрим. В любом случае, если удастся хотя бы краем глазика увидеть, сфоткать, это будет уже, можно сказать, не зря, что мы приехали на Хикаду, потому что я морских черепах не видел вообще никак. Ни в зоопарках, нигде. То есть, в принципе... Вообще, кстати, давно хочу, знаете что, поехать отдыхать. У меня такая есть далекая-далекая мечта. Куда-нибудь в район Фолклингских островов, Аргентина, либо наоборот, на совсем такой русский север. То есть, очень хочется поснимать именно в реальных диких условиях, реальных диких животных. Ну, особенно почему-то у меня тяга к северным. Пингвины, морские котики, белый медведь, вот что-нибудь вот такое. Как раз недавно посмотрели фильм «Сальгадо», где они ездили как раз в Россию снимать... Про Сальгадо, точнее, где они ездили в Россию снимать белых медведей. И это, конечно, тоже меня очень так замотивировало. Это реально интересно. Ну вот, мы приближаемся к отелю. Сейчас посмотрим, чего там, собственно говоря, будет. Кстати, вот здесь, смотрите, пляжик весьма ничёшный. Получше, чем у нас там. То есть, вот лучше ходить, конечно, сюда. Это пляж, ну, сразу возле дороги. Вон там, Дольфин ресторан. Называемый. И вот здесь пляж значительно лучше. Сейчас посмотрим дальше, чего здесь есть. Может быть, там дальше ещё более пустынный пляж, ещё меньше народу, и он ещё интереснее. Сейчас позырим. В общем, народ, вот здесь черепаха. Он её там кормит. Куча народу, естественно, поступила. Сейчас попробуем туда пробраться. Ну вот, черепаха, видите, ребят? Вон она грядёт. Друзья, дошли до центральной части пляжа Хикадува. Дело в том, что на карте почему-то два пляжа, названных Хикадува. Между ними находится ещё пляж Наригама. Вот. В общем, мы дошли до основного, который южная, который самый длинный, самый большой. Я так, собственно, понимаю, что именно он и есть Хикадува бич. Ну, на мой вкус он достаточно прикольный. Посмотрите, он широкий, достаточно прямой. Здесь, в принципе, достаточно богатая инфраструктура. Достаточно много народу. Но, скажу честно, я такие пляжи не очень люблю. То есть, моя любовь – это пляж, где вообще нет людей, к которым ты можешь приехать, так сказать, быть самому себе хозяином. В этом плане, вот, Куба, конечно, была находкой. А здесь, к сожалению, толпа народу, куча всяких зевак. То есть, я не спорю, может быть, где-нибудь на Шри-Ланке есть достаточно дикие пляжи. Но конкретно вот здесь нас как-то не очень впечатляет. Но мы сейчас дойдем до конца, посмотрим, может быть, там что-то еще интересное есть. Люди могут ходить вот прям по воде практически. Видите, как прикольно. А дальше, собственно говоря, начинаются уже такие достаточно дикие пляжи. На мой взгляд, там весьма симпатичные. Мы сейчас пойдем туда. Ребята, вот здесь в начале вот этой штуки такой отмели каменный. В самом начале прямо у берега. Здесь настолько горячая вода. То есть, видимо, камни, они тоже дают какое-то тепло, прогреваются. Прям реально зайти погреть ножки – такое удовольствие. Очень круто. Добрый вечер, друзья. Это наша последняя ночь на Шри-Ланке. Естественно, выезжать совершенно не хочется. Мы выездились. Потрясающие энергии. Энергия океана, энергия юга. Очень хочется вернуться. Но если не сюда, то обязательно в какую-то теплую страну прожить здесь большее время. Конечно, мы для себя сделаем вывод, что житие здесь именно, если жить уже не получится, находиться в таком шикарном отеле, как мы сейчас живем, может быть, условие будет даже хуже, чем в Москве. То есть, пойдет снимать сезонатушку. Но в любом случае, и, конечно же, здесь уже придется тратить много времени на работу. Но в любом случае тепло, океан, цены низкие на здоровый местный вид, такой, как фрукты, какие-то напитки из фруктов. В общем, все это, конечно, свежий воздух, солнышко, все это, конечно, делает свое дело. И очень хочется в этом контексте сюда, ну, не конкретно на Шри-Ланку. На Шри-Ланку-то мы, конечно, вряд ли поедем. Но вот подобные места вернутся и дальше заряжаться такой энергией. Жизнь здесь, если это очень круто, очень жаль, что придется вернуться. Но зато мы для вас будем готовить ролики, выбирать их, выпускать, и вы, наконец, увидите, как же здесь здорово и прекрасно. Сегодня мы решили отказаться от бурного пиршества рыбы и заказать вот такую вот чумовую штуку. Это, друзья мои, называемая Pineapple Bot. Ананас. В нем вырезаны отверстия. В отверстии куча фруктов и мороженое. Стоит 525 рублей, 250 рублей. Для России это, конечно, вообще смешные цены. Танечка заказала себе. Супчик. Куриный. Он оказался чрезмерно соленой, к сожалению. Не хочется ни камер фокусироваться. Вот. Еще нам принесли наши любимые банановые панкейки. И черный чай. Но вот эта штука, конечно, вообще просто чума. Ну что же, друзья. Вот и заканчивается моя сага о поездке на Шри-Ланку в 2015-2016 годах. Надеюсь, вам было интересно это смотреть. Надеюсь, у меня получилось донести хотя бы какие-то эмоции, хоть какую-то информацию, настроение того места. Да просто передать видео хотя бы какую-то его частичку. Спасибо, что смотрели эти ролики. Оставайтесь на моем канале. Жмите лайки, репосты. Я надеюсь, в будущем нас ждут новые путешествия и новые замечательные истории. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok